Сейчас к теме развития социальной политики региона. Устрая для Пермского края проблема ветхого и аварийного жилья постепенно находит свое разрешение не только в крупных районных центрах, но и рабочих поселках. В одном из таких поселений Октябрьского района радость от переезда из старого жилья деревянных бараков в новые благоустроенные квартиры испытали более 200 человек, а это 64 семьи. На днях новоселья отметят еще 22 семьи. Своей радостью жители поделились с моей коллегой Дарьей Гребневой. Речка, уточки плавают, видишь, на речку, смотри, уточка там плывет. В семье Натальи Прибылевой сегодня большой праздник. Переезд в новое жилье пусть и гарантируют неизбежные хлопоты и суету, но они обещают быть приятными, отмечает житель новостройки в поселке Сарс. Больше всех, наверное, радуется просторным площадям квартиры маленький сынишка Никита. Мальчик вместе с мамой решают, как обустроить будущую детскую и кухню. Ранее о таких условиях, отмечает женщина, оставалось только мечтать. Квартира то, что она чистая, она светлая, солнце получается во все комнаты, везде заглядывается в течение дня. Не так, как в одной квартире только темно, а в другой квартире только светло. Тут нам нравится еще рядом садик, в который мы ходим, рядом школа, в который через два года пойдет, работа рядом, все рядом. В Сарсинском городском поселении переселение из Ветхого жилья проводилось четыре этапа с 2014 по 2017 годы. Для этих целей было построено семь многоквартирных домов общей стоимостью более 70 миллионов рублей. Последние два дома на 22 квартиры живописным видом на местную речку уже готовы встретить своих новых хозяев. Бараки, печное, отопление, холодная вода, электричество. Здесь мы говорим, здесь полностью все блага. Канализация, вода, свет. Здесь умный дом, он стоит со счетчиками. Здесь стоят счетчики. Мы считали, просто ради интереса, что жители тратили погоду, живя в аварийном жиле, они думали, что в благе, что много нужно было платить. Если они тратили на приобретение дров на воду, на свет в среднем, у них на погоду уходило 70 тысяч. Здесь они в денежном эквиваленте опускаются до 25 тысяч в год. О поиске управляющей компании отмечают строители. Жильцам не придется заботиться. Обязанности по содержанию постройки взял на себя сам застройщик. И это совершенно новая практика в регионе. Оценить качество работ приехал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. Увиденным остался доволен. Еще одним важным объектом в маршруте исполняющего полномочия главы региона стала местная больница. Постройка 80-х годов требует модернизации, отмечают специалисты. Чтобы было комфортно, необходимо строить эту больницу. То есть, чтобы был подъем на второй этаж, не тяжелый больной. Следующее необходимо провести полную реконструкцию операционного блока. А что она себя включает? Она себя включает в полную переделку и именно операционную увеличение площади, которые соответствуют стрелы по СанПИНу. Новый предоперационный блок, который включает себя сам пропускник приема. Я по всем требую. Пять лет назад здесь уже разрабатывался проект на реконструкцию здания, но реализован он так и не был. Власти региона обещают помочь в этом вопросе. Но латать старый корпус не будут. По поручению Максима Решетникова здесь построят новый стационар, ориентировочно на 50 коек. Деньги на его проектирование планируют выделить в 2018 году. Предстоит нам решить вопрос по больнице, потому что действительно Октябрьский у нас находится на транспортном удалении, поэтому здесь нужно самостоятельно развивать здравоохранение. Поэтому самостоятельная точка. И мы посмотрим по центральной районной больнице, по новому корпусу, куда бы мы интегрировали другие отделения. Поэтому такие задачи стоят. Но еще раз подчеркну, что главное, что люди здесь сами развиваются, они понимают перспективу и они сами вкладывают в территорию. Ну и, конечно, наша задача здесь максимально помогать вот таким территориям, таким командам и, главное, таким людям. Таким образом, перед краевым правительством Максим Решетников ставит задачу создавать комфортные условия для жизни людей не в отдаленной перспективе, а в режиме реального времени.